И в третьей части урока по созданию игры Код Обжора мы еще больше добавим интерактивности, добавим эффекты. Например, сделаем так, чтобы кот, например, подрастал, когда он что-то съел. Можем добавить несъедобные какие-то объекты. И если он съест что-то несъедобное, то произойдет что-то другое. Здесь ты сможешь фантазировать и совершенствовать сценарий своей игры. Ну что, поехали! И я продолжу работать со второй версией игры, где у нас кот управляется с помощью стрелочек. В общем-то, то же самое можно делать и в первой версии игры, если тебе больше нравится управлять котом с помощью мыши. Либо ты можешь сначала сделать то, что мы сейчас будем реализовывать в этой версии игры, а потом для закрепления или для того, чтобы сделать первую версию более интересной, сделать там то же самое. Сначала наведем порядок в нашем коде, уберем лишние блоки. Эти нам не нужны. Здесь мы управляем движением кота с помощью стрелочек. И тоже, чтобы было аккуратнее, мы можем сделать их вот так вот. Расставить, потому что нам еще нужно будет кодировать. Итак, что мы должны сделать? Еще раз. Мы должны сделать так, чтобы кот, когда дотронется до какого-то съестного объекта, до нашей еды, не просто, чтобы происходило ее исчезание. Сейчас пока еда исчезает, да? Он дотрагивается и еда исчезает. Вот сейчас еще раз посмотрим. Вот раз и нет, он съел. Давай сделаем так, чтобы он подрастал. То есть он был маленький, потом становился, чтобы побольше. Как мы это сделаем? Для начала, наверное, нужно сделать все наши объекты помельче. Можно делать их разного размера. Так даже интереснее. Как будто бы одни лежат поближе, другие подальше. Я верну на место то, что съедено. И сделаем кота тоже мельче. Сначала он у нас маленький, да? Потом мы его будем делать больше. Итак, что у нас происходит? Давай подумаем. Пока у нас все обрабатывается в этом скрипте. И мы переделывали условия. И не кот касается еды, в данном случае спрайта Apple. А этот спрайт касается кота. И он прячется. Здесь же нам нужно тогда сделать так, чтобы, если он что-то съел, то есть спрайт коснулся кота, чтобы спрайт кота получил сообщение, информацию о том, что что-то съедено. Это звучит несколько странно, но в программировании именно так. Если скрипт написан для вот этого спрайта, то все остальные спрайты о тех действиях, которые в нем выполняются, ничего не знают. А нам нужно сообщить, еще раз повторю, спрайту кота, что этот объект съеден, да? Что он исчез. Как это делается? Это делается с помощью специальных команд из группы события. Почему? Потому что происходит некоторое событие, да? У нас кот коснулся нашего яблока. И мы можем в связи с этим передать сообщение всем остальным спрайтам о том, что это яблоко съедено. Мы так и напишем. Здесь можно создать новое сообщение и напишем. Съел. Ок. То есть вот он, кот коснулся яблока, да? Обработало касание котом его. И произошла передача этого события. И теперь все спрайты могут это событие обрабатывать. Но нам нужно, чтобы спрайт кота обработал это событие. Поэтому мы берем у него, добавляем команду, когда я получу съел, да? То есть кот узнал о том, что он съел яблоко. Как это ни странно. И теперь мы можем изменить его размер. Где изменяется размер спрайта? С чем это связано? Это связано с внешним его видом. Значит, это команда из группы Внешность. Выбираем эту группу. И находим здесь изменение размера. Вот изменить размер. Ну, пусть пока будет изменить размер на 10. Для того, чтобы мы увидели эффект. Давай посмотрим, где у нас это яблоко, где у нас передается событие. Вот оно. Вот этот спрайт. Как это сделать? Когда мы здесь выбираем спрайт, здесь он подсвечивается. Смотри внимательно. Оп, вот он подсветился. Для того, чтобы проверить, правильно ли мы все сделали, подрастает ли кот после того, как он съел яблоко, мы нажмем на флажок и доберемся до этого яблока. И смотрим внимательно на его размер. Вот, кот немножечко подрос. Если он съест что-то другое, то ничего подобного не происходит. Я надеюсь, ты догадываешься, почему. Потому что все остальные спрайты еды должны передавать точно такое же сообщение о том, что они съедены. И тогда кот будет получать это сообщение. У нас уже эта обработка есть. И подрастать на 10 пунктов. Давай проверим. Еще раз уменьшим кота. И сделаем что? Мы везде добавим вот эту команду. Передать съел для всех съестных продуктов. Чтобы закрепить это, мы сделаем вручную. Не будем ничего дублировать. Еще раз повторяю. Это у нас передача сообщений из группы события. Потому что происходит событие, касание. И добавляем везде. Передать съел. Передать съел. Еще. Еще. И последнее тоже. Вот так. Ну что? Проверим. Съедим все. И увидим, насколько кот подрос. Так. Раз подрос. Два подрос. Три, четыре. Какой он стал огромный. Да? Замечательно. Все работает. Какой у нас недостаток? Недостаток в том, что вот он вырос. И мы сейчас опять запускаем игру. И вот он опять вырос. Нас это не должно устраивать. Почему? Потому что мы сколько не запускаем игру, у нас кот будет расти, расти, расти. Смотри, какой он становится огромный. Ну, конечно, можно повеселиться. И в конце концов, он у тебя станет, ты можешь поэкспериментировать огромным на всю сцену. Да? Нам такой гигант, наверное, не совсем нужен. Хотя, если ты захочешь, чтобы было именно так, ты можешь так и сделать. Но самое главное, что в начале игры размер нашего кота должен быть все-таки поменьше. Поэтому мы добавим в начале игры в скрипте кота, когда щелкну по флажку, и зададим его размер. Вот установить размер, видишь, тут 250 написано. Это значит, что он в 2,5 раза больше своего исходного размера. Вместо этого мы сделаем так, чтобы он был в 2 раза меньше своего размера. И даже можем сейчас выполнить. Вот он как раз такой вот маленький. И всегда, когда мы будем начинать игру, он будет становиться таким. Ну, давай проверим. Вот он у нас наедается. И становится больше. Когда мы начинаем игру заново, он опять такой же маленький. И опять может наедаться. Здорово, правда? Какой еще мы можем добавить интересный функционал? Усовершенствовать наш сценарий. И сделать игру еще более интересной, интерактивной. Давай добавим, например, чтобы он, когда что-то съест, сказал ням-ням. Да? Давай? Давай. Или подумаем. Давай сделаем подумать, да? Думать ням-ням. Напишем здесь ням-ням. Вот так. Ну и смайлик типа. Ну давай проверим. М-м-м-ням, да? М-м-м-ням-ням. Ну он говорит ням-ням все время, да? Как-то это тоже не очень интересно. Потому что, ну, сейчас-то он ничего не ест. Значит, эта команда нам не совсем подходит. Почему? Потому что эта команда работает все время. Мы должны немножко ее изменить. Мы можем сделать по-другому. Мы можем использовать и не вот эту команду, а, например, вот эту. И пусть он говорит ням-ням. Вот я сейчас это скопирую. Нажимаем комбинацию клавиш Ctrl-C одновременно. Сначала нажимаем Ctrl-C, смотри на видео, эти клавиши подписаны. И сюда вставляем щелку и мышкой прямо на черное. Оп, оно заменяется. И здесь 2 секунды многовато, я напишу 0.5, потому что 0.5, конечно же. Потому что здесь не нужно так долго. А эту команду уберем, она не нужна. Давай еще раз проверим. Ну-ка. Ням-ням. Все, видишь, пропало. Ням-ням. То есть он подумал и все. Если хочешь, можешь добавить сюда что еще? Можно добавить звук. Например, он может еще и мяукнуть, да? Ну, давай. Всех напугаем. Сейчас будет достаточно громко. Но зато интересно. Ну-ка. Вот так. Вот так тоже интересно. То есть ты можешь сюда добавлять все, что угодно, когда он съел что-то съедобное. Ну, а теперь поставь видео на паузу. Добавь обработку событий. Еще раз давай я тебе покажу, как это делается. Есть специальная команда «Передать». Она в группе «События». Мы должны эту команду добавить везде в скрипты нашей еды. Видишь, в каждый скрипт. «Передать». «Съел». Вот она, эта команда. Здесь ты нажимаешь «Новое сообщение» и вводишь название. Можешь по-разному его называть. Можешь просто вставить сообщение один. Вот я сейчас кликнула мышкой «Передать сообщение». Он получил его и мяукнул. И ням-нямкнул. И подрос. Еще что нужно сделать. Первое, да? Передать сообщение. Второе. Нужно сделать обработку получения этого сообщения. «Когда я получу». И здесь изменить размер, чтобы он подрос. Ну и можешь добавить еще «Думать», «Играть», «Мяу». И потом еще добавить вначале установку исходного размера. Надеюсь, ты все запомнил. Если не запомнил, то ты сможешь пролистать видео назад и еще раз посмотреть. Когда ты это сделаешь, вернись к уроку. И еще мы добавим несколько несъедобных объектов. И сделаем так, например, чтобы кот что-нибудь другое говорил, например, невкусно. И, например, становился чуть-чуть меньше. Ну, просто, чтобы можно было повеселиться. Я уверена, что у тебя все очень здорово получилось. И даже, что ты успел поиграть в свою игру. Но, наверное, ты уже долго сидишь у компьютера. Поэтому нужно немножко размяться. Я тебе предлагаю встать и потанцевать вместе с нашими героями. А потом вернуться и добавить еще несколько объектов несъедобных и обработать эти события. До перерыва ты изучил события и все реализовал. Единственное, что я не напомнила и сама не сделала. Не сохранила проект. Давай его сохраним. Ну и сделаю. Наверное, я сохраню с тем же именем. И подтвердить надо, что мы хотим заменить существующий файл. И, как я обещала, вот сейчас у нас уже будет, наверное, даже версия 3. Сразу переименую. И мы добавим несколько несъедобных объектов. То есть в нашем сценарии появятся еще новые спрайты с новыми особенностями. Ну, давай сначала их добавим. Это будут какие-то предметы. Ну, например, можно какой-нибудь мячик добавить. Таких каких-нибудь, да? То есть, ну, допустим, такой мячик. Шарик. Да? И потом мы их размножим, да? Продублируем. Надеюсь, ты помнишь. Сначала сделаем их поменьше, чтобы было... Опять же, похоже на правду. Вот этот шарик, наверное, где-то здесь, пускай будет. Мячик где-то здесь. Сейчас я немножко отодвину кота и вот посмотрю, где что лежит. Ну, вот так. Под деревом пускай будет мячик. А кот здесь. Так. Значит, делаем следующее. Нам нужно сделать так, чтобы кот, касаясь вот этих вот несъедобных предметов, не подрастал и говорил что-нибудь типа, фу, это несъедобно или там совсем невкусно, да? И эти предметы не должны пропадать, они должны остаться, он же их не съедает. Скрипты будут немножко похожи, поэтому, в общем-то, мы можем позаимствовать. Давай возьмем и используем скрипты съедобных объектов, просто их подправим. Продублируем, да, скопируем, перенесем этот скрипт к спрайту мяча. Вот таким образом, напоминаю, перетягиваем и отпускаем мышку. Оп! И смотрим, вот наш скрипт здесь. Если мы все оставим точно так же, то будет работать этот скрипт точно так же, как для любого яблока или банана, то есть кот его съест и подрастет. И наш мячик спрячется. Значит, нам это не надо, да? Нам нужно убрать, спрятаться, он должен остаться на сцене. И нам нужно передать другое сообщение. Он-то съел, но съел несъедобное, да? Поэтому, точнее, попытался съесть. Поэтому мы должны здесь создать новое сообщение. Ну, например, давай напишем «несъедобное». Вот так, несъедобное. Окей. У нас появилось новое сообщение. И кот должен его получить и обработать. То есть, вот как раз-таки здесь появляется, когда я получу несъедобное. Ну, так получилось, что у нас по алфавиту. Если бы здесь осталось «съел», мы бы просто выбрали «несъедобное». И что сейчас должно быть? Он должен что сказать? Должен сказать «Ой, несъедобное совсем», да? Ну, вот пусть он тут вот подумает, а здесь скажет. «Невкусно». И тоже не надо нам 2 секунды, это многовато. 0.5, как раз это половина секундочки. Ну что, давай проверим. Включаем. Оп, невкусно. Все, и мячик остался. То есть, вот таким вот образом мы проверили. «Невкусно». Если хочешь, еще раз повторю, ты можешь сделать так, чтобы он еще уменьшался в размере. То есть, если он попытался укусить что-то невкусное, несъедобное, мы сделаем изменить размер, но уже не на 10, а на минус 10. То есть, отнять от его размера еще размер. Давай проверим, что из этого получилось. Даже я не выключала скрипт, он продолжает работать. Вот он раз. «Невкусно». «Невкусно». И чем больше он будет есть это невкусное, тем меньше он будет становиться. Тоже надо думать, что с этим делать, да? Иначе он превратится в совсем маленькую букашку. Давай остановим, запустим заново. Вот вернем его в начальное положение. Подумай, что делать. Надо ли его уменьшать. Ну, пока пусть будет так. Ну и последнее тоже самое должно происходить при касании кота вот этого шарика. Да, мы что делаем? У нас все здесь, в принципе, готово. Мы берем этот скрипт и перекидываем на шарик. То же самое будет происходить, если он коснется шарика. Ну, с шариком еще что можно сделать. Наверняка, если кот его коснулся, то шарик может лопнуть, да? Вот как шарик должен лопнуть, это изменение его внешнего вида, его костюма. Это здесь. У нас вот есть разные виды шариков. И можно нарисовать костюм лопнувшего шарика и его заменить. Но пока мы не умеем рисовать костюмы, если хочешь, потренируйся. Я в следующих уроках это покажу. Сейчас, чтобы не тратить время, просто я вижу, что есть несколько костюмов. Пускай, допустим, сиреневый шарик станет желтым шариком, если кот его коснулся. Как это сделать? Нам нужно просто сменить костюм, если кот его коснулся. Можем даже просто менять костюм на какой-то определенный, да? Или сделать не какой-то определенный. Сейчас я все-таки сделаю следующим образом. А изменить на следующий. То есть все время у нас будет передаваться следующий костюм. И шарик все время будет менять цвет, например. Давай посмотрим. О, вот шарик мигает. Вот становится меньше и меньше. Чем больше он на нем стоит, тем меньше он потом становится. Видишь, да? Вот. Ну, сейчас мы его подкормим. Вот он от счастья мяукает. Понимает, что ничего нельзя такого не съедобного кушать. Вот у нас все прекрасно получилось. Теперь ты можешь, зная все инструменты, сделать игру еще интереснее. А в одном из следующих уроков, конечно же, наверняка, ты захотел уже посчитать, сколько он стал, насколько больше, сколько он заработал очков. Очки мы будем добавлять или баллы в следующих уроках. Желаю тебе успехов, совершенствуй свою игру, делай ее интересной. Может быть, ты сделаешь совсем другой проект, не про кота, а про какого-то другого персонажа. И, конечно же, не забудь сохранить. Мы сделали третью версию игры, и сейчас мы ее сохраним. Я как раз изменила название, поэтому такого файла у меня нет. Я нажимаю сохранить, и у меня уже есть целых три версии игры от обжора. До встречи в следующих уроках!